В этом видео я поделюсь с вами глобальными трендами в моде и в образе жизни. Поговорим не только о том, что мы будем носить, но и что мы будем делать, какой курс в саморазвитии мы выберем и какие приоритеты раздавим. Здравствуйте, меня зовут Наталья Инспири, и это YouTube-канал о том, как начать новую жизнь и измениться до неузнаваемости. Если вы новенький на этом канале, то обязательно подписывайтесь, а если вы давний любимый зритель, то обязательно ставьте пальчик вверх, чтобы поддержать этот канал и это видео. Это видео будет состоять из двух частей. Первая часть будет про внешность, а вторая про образ жизни. Поехали! Тренд на женственность. И я начинаю сразу с маленькой, но такой очень хорошей новости. Из моды уходит оверсайз и грубая массивная обувь. В моду возвращается женственность с аккуратной красивой обувью, корсетами, кружевом, шубками, юбками, со всем, что я так долго ждала, чтобы это вернулось в моду. Видать, не зря мы уже несколько лет к рядом прокачиваем женскую энергию и, наверное, все-таки смогли надышать маточкой возвращения женственности на подиумы и на прилавки магазинов. Тренд на качество. Не только я устала от бесконечной смены коллекций в магазинах. Не успела я купить серое пальто, как в моду вошли красные. Не успела я купить красное, как все блогеры уже ходят в бордовых пальто. И каждый раз, что бы ты ни делал, что бы ты ни покупал, как бы ты ни выглядел, ты боишься оказаться в следующем видео какого-нибудь фэшн-блогера про антитренды. То есть, что бы ты ни сделал, ты недостаточно хорош. Я не знаю, какое колоссальное количество денег, а не только денег, но еще и времени, ментальных ресурсов на принятие решений, совершения выбора нужно человеку, чтобы успевать за той истерией в моде, которая происходит последние лет 10 к ряду. Мы все, мы устали от такой бесконечной смены трендов. Появилось внутреннее желание отказаться от этого и прийти к какому-то минимальному, качественному количеству вещей. Это может касаться не только одежды, но также и вещей интерьера, которые будут радовать нас своим качеством и сроком службы, чтобы не нужно было каждый сезон заказывать партию новых вещей где-нибудь на Wildberries. Поэтому ставим упор на качество, а не на количество. Больше уделяем внимания не масс-маркету, а маленьким качественным шоу-румам и каким-то локальным производителям одежды и предметов интерьера. Тренд на здоровую кожу. Этот тренд только набирает свои обороты. И да, вроде бы мы уже устали от всех этих 100-ступенчатых уходовых процедур, но я скажу, что это меньшее из зол. Я как-то внутренне себя более хорошо чувствую, когда трачу деньги на очередной крем, на тренировку, трачу свое время и на поход к косметологу, нежели покупаю очередной тональный крем, чтобы скрыть недостатки кожи. Нет макияжа более стильного, чем чистое, ухоженное, выспавшееся лицо. Но этот эффект достигается не столько уходовыми средствами, хочу я вам напомнить, сколько здоровым образом жизни, спортом и походами к хорошим, талантливым косметологам. Их, как и парикмахеров, нужно искать своих. Поэтому могу только пожелать удачи. Тренд на худобу. Звезды, артисты стали стремительно худеть. Заметили? Напишите в комментариях, кто сейчас из артистов так стремительно похудел. У меня первое в голове это Ивлеева и семейство Кардашья, которые начали активно сбрасывать вес там, где его раньше активно набирали. Но давайте посмотрим правде в глаза. Стройное, подтянутое тело никогда не выходило и не выйдет из моды, пока в доступе дешевые калории. Да, художники рисовали пышные женские попки. Но дело в том, что возлежать на кружевных перинах и радовать себя сахарными пирожными могло меньшинство. Большинство же народная масса тяжело трудилась в поле и на заводах. И любой кусочек хлеба доставался тяжелым трудом. Соответственно, все были, большинство простых людей были худыми. Худоба достигалась легко. Она была доступна всем, в отличие от переизбытка калорий. Сейчас же парадигма изменилась. Чем богаче класс, тем стройнее в нем люди. Чем беднее люди, тем больше они поглощают вредных и дешевых калорий в виде сахара, кетчупов, соусов, дешевой какой-нибудь пасты и так далее. Да, тренд на худобу вернулся. Но я считаю, что он никуда и не уходил. Не есть еще что сказать по этому поводу. Поэтому, если вам интересна тема возвращения в моду, так сказать, вот этого худого шика, то обязательно напишите мне об этом в комментариях. И я подумаю над сценарием к новому видео на эту тему. Тренд на цифровую осознанность. Аллилуйя! Наконец-то люди стали понимать, что не нужно публиковать в сеть каждый шаг своей жизни. Что нужно снова вернуть границы публичности, границы открытости своей личной жизни. Время препровождения со своими близкими, своих локаций, своего местонахождения. Насколько важно оставлять это все при себе. К счастью моему, мы наконец-то, не все, но часть людей, которые двигают этот тренд, наигрались в блогеров и хотят вернуться к реальной жизни из онлайна. Да, я пионер этого движения. Еще несколько лет назад мой блог начинался именно с этой темы, темы цифрового минимализма. Но, к сожалению, несмотря на то, что тренд набирает обороты, не все специалисты, которые работают с ментальным, психологическим здоровьем людей, включили цифровую осознанность в базу работы с клиентом. До сих пор есть спецы, которые говорят людям, ну просто не сиди в телефоне. Не это есть проблема. Это ты просто завидуешь. Ты там что-то не проработал. Дело в том, что зависимость от гаджетов приравнивается к химической зависимости от веществ, потому что в нашем мозгу бесконтрольно вырабатывается дешевый быстрый дофамин, на который мы подсаживаемся. Я уже включила блок о цифровой осознанности в практикум рестарта, где мы будем решать не только эту задачу, но и расставление приоритетов в своей жизни и так далее. Не буду долго перечислять. Смотрите в описании. И этот блок о цифровой осознанности на момент публикации этого видео, скорее всего, уже доступен в практикум рестарт, несмотря на то, что он еще не начался. Потому что я считаю, что цифровой минимализм в наше время база для саморазвития. Продолжать сидеть по 4, 5, 6 и более часов в гаджетах и думать о том, почему я не успеваю заниматься спортом, учиться, почему я не наслаждаюсь моментом, хотя вроде бы у меня все хорошо, более чем наивно. Поэтому мы учимся новым реалиям, учимся цифровой осознанности, цифровому минимализму. Вместе со мной переходите в описание под это видео, чтобы подробнее ознакомиться с практикумом рестарта. Тренд на работу в собственном темпе. С ростом социальных сетей и активности там люди устали от давления, люди устали от того, что им постоянно навешивают, как много и как быстро они должны делать. Люди все больше начали сосредотачиваться на балансе между работой, личной жизнью, собственным здоровьем, желаниями, своим психологическим ростом. Люди все больше говорят и чувствуют так, что отстаньте, пожалуйста, от меня. Я хочу развиваться в своем темпе, я хочу жить свою жизнь. Хватит навешивать на меня бесконечный надо-надо, быстрее и скорей. Я лично ощущаю это, а вы? Мы снова начинаем ценить маленькие шаги. Мы устали, и мы хотим, чтобы от нас отстали, чтобы на нас перестали навешивать всякие надо. Мы хотим изучать искусство маленьких шагов и двигаться в своем темпе. Поэтому постигаем искусство маленьких шагов, наслаждаемся процессом, находимся в моменте здесь и сейчас и живем свою индивидуальную, уникальную жизнь. Тренд на класс и статус. Любая мода отражает наше бессознательное стремление к чему-то. И сейчас, во время фейков, дезинформации, фильтров, лжи, бесконечных запусков, мы так устали от искусственного, что требуем настоящего. И мода на all the money пришла не случайно. Мы хотим вернуться к чему-то вечному и полноценному, к чему-то натуральному, а не напускному. Мы хотим быть, а не казаться кем-то. Мы устали имитировать из себя то, чем мы не являемся. Поэтому, с одной стороны, тренд all money, это там что-то про тряпки в каком-то стиле, а по факту это больше, чем тряпки, это возвращение к основе основ. Что подразумевает ценность более осознанного отношения к жизни и повышению общего качества жизни, а не только ее шелухи и картинки. Вместо того, чтобы впечатлять кого-то внешним блеском, акцент ставится на глубину и подлинность отношений. Это также включает в себя уход от взаимодействия в социальных сетях к реальному взаимодействию онлайн с близким, тесным окружением. Отношение к деньгам тоже меняется. Мы перестаем тратить деньги на лишние вещи. Мы тратим деньги только на качественное, на то, что прослужит долго. Мы снова учимся откладывать деньги, вкладывать их во что-то, вместо того, чтобы все полученные ресурсы снова и снова спускать на какой-нибудь маркетплейс. По сути, все предыдущие пункты этого видео можно объединить в последний. Мода на класс и статус. Мода – тренд на то, чтобы быть, а не казаться, избавиться от напускного и вернуться к чему-то настоящему, чему-то основательному, к тому, на что можно положиться. Обязательно переходите в описание под этим видео, чтобы ознакомиться с практикумом Рестарт. Я всех приглашаю и очень жду. И, конечно же, спасибо, что провели это время со мной. И до скорых встреч. Пока!